Новые контакты у Навуцы и экономицы в Комельском районе прошел трехдневный учебный тренинг в межах проекта активизации малого и среднего бизнеса в приграничных районах Украины-Беларуси. Беларусские партнеры этого мероприемства «Серот ВНУ» – Гандлево-экономичный университет с поживецкой кооперацией. Об новых на керунках международного супрацовничества. Сюжет Марины Джалой. Сергей Будков о «Украинских Прилуках» занимается консультацией предпринимателей по юридичным вопросам. У таких семинарах принимает дел с энтузиазмом, бо ведая, что развитие экономики – за приватным бизнесом. Предприниматели – это всегда такие активные люди, которые не требуют ничего у государства, надеются сами на себя, обеспечивают работу других людей и платят налоги. Организатор трехденных тренингов по аспектах трансграничного супрацовничества региона Украины-Беларуси – Гомельское региональное агентство экономичного развития. У сустречах удельничало около 20 консультантов из двух краин. А кроме того, задекавленность в мероприемстве выказали бизнесмены и шматлики-эксперты, которые отлумачили присутным тонкости белорусского законодавства и особливости ведения бизнесу, умовы кредитования, пытания мытного оформления грузов. На выучальный марафон складался с трех блоков – бизнес-аддукация, внешняя экономичная деятельность и законодавства, и основы маркетинга. В данных мероприятиях принимают участие люди, работающие в центрах поддержки предпринимательства, и которые в будущем будут работать в качестве консультантов в центрах трансграничного сотрудничества. Сотрудники этих организаций, обучающихся в качестве консультантов, будут давать консультации по своим направлениям деятельности и способствовать тому, чтобы развивалось это трансграничное сотрудничество в рамках наших регионов. И таким образом будем пробовать расширять и развитие наших регионов, ну и, конечно же, развитие наших стран. Подчас реализации проекта прошли межсекторальные встречи по разных темах. В результате основными направлениями трансграничного сотрудничества были вызначены те, что тычется транспорту, сельской господарки, ЖКГ, информационных технологий, вытворчивости и гандлю. Поэтому это вопросы, благодаря эксперту, были расследжены на тренингах особенно глубоко и уважливо. Все дело того, чтобы дальнейшим консультантам в своих городах могли тлумачить предпринимательникам все особенности ведения бизнеса в улучшенных сферах. А так само володали информационными ресурсами с необходимыми для предпринимательников известками и, зразумело, как докладно ведали, куды треба накеровать бизнесмена для выражения того, теньших опытаний. Так, один знакерунка, у якому на семинары было отведено особливое место – мытное оформление грузов. В первую очередь мы приглашали в Гомельскую областную таможню. То есть это были специалисты, которые отвечали на вопросы, которые касаются оформления грузов, прохождения грузами государственной границы, какие-то таможенные тарифы, таможенное регулирование и так далее. То есть это те вопросы, с которыми так или иначе сталкиваются субъекты хозяйственные, которые работают по поставке какой-то продукции, товара, услуг через государственную границу. Дарыши, зараз на факультете повышения квалификации и переподрихтовки Белорусского Гандлёва экономичного университета с поживецкой кооперацией проходят наборы на специальность правознавства. В часу учебы будут разглядаться в тем лику юридичные аспекты трансграничного сопрационничества. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель» из Гомельского района.